День знаний День знаний Перед вами откроется множество дорог Какую из них выбрать Зависит от вас 2624 человека В новом учебном году стали первокурсниками Тюменского госуниверситета Стар в студенческой жизни был дан На сцене областной филармонии На традиционные встречи новобранцев с руководством ВУЗа побывал Георгий Елаев Как и положено счастливчикам, которые одержали Победу в битве за возможность получить Высшее образование, первокурсники Не скрывали гордости и предвкушения Новых успехов Я в общем поступила в Тюменский государственный университет В институт биологии На лошадную архитектуру Вот сегодня, как бы с первого курса На самом деле я вообще с Урала, с Челябинской области Вот приехала, надеюсь, что мне очень Вас понравится Ну ближайшие пять лет, сначала нужно отучиться Четыре года на бакалавра А потом на магистратуру, но я еще подумаю Я учусь на программиста, на Маисе И не знаю, это, наверное, будет и одновременно интересно, и весело И, конечно, сессия, это будет очень сложно Но мы справимся Будем идти Не идти, так ползти Торжество филармонии только подогрело Общий градус веселья В этом была заслуга не только творческих коллективов Но и представителей руководства университета Чиновников и других почетных гостей Которые пришли поздравить ребят с поступлением в Тюмгу Мы только что закончили школу Сдали экзамены Сейчас что у вас было видно Богу известно Всегда вспоминаю себя в этот день Там все что угодно было Включая проблему в общежитии, в которой я поселился Не только праздничные настроения были Так и многих у вас Но, тем не менее, повторяю, все равно Это очень важное событие в вашей жизни Постарайтесь очень быстро Психологически себя перестроить так Чтобы смотивировать на учебную деятельность в УЗЕ Потому что у вас сложный период Вы переходите из одной системы Системы общего образования Совершенно в иную систему Систему высшего образования Где множество проблем, которых не было в системе общего образования Если вы сумеете быстро себя настроить Значит у вас все получится Ректор Тюменского госуниверситета Валерий Фальков подчеркнул Что высшая ступень образования Это совершенно новый этап на пути к успеху Университет Это особый мир Университет Это интеллектуальная корпорация Это территория превосходства Университет Это новые надежды Устремления Мечты Университет Это новые возможности В университете Перед вами откроется множество дорог Какую из них выбрать Зависит от вас Учись быть первым Под таким негласным девизом прошел День знаний 2013 Для новоиспеченных первокурсников Тюменского госуниверситета Судя по боевому настрою ребят Учиться они готовы Георгий Лайф, Алексей Мойсов, Евразион ТВ Продолжаем выпуск Около половины первокурсников Поступивших в Тюменский госуниверситет иногородние В преддверии нового учебного года В гостях у Евразиона Побывала проректор по внеучебной работе Марина Худякова И рассказала о том, как ВУЗ помогает обустроить свою студенческую жизнь тем, кто приехал учиться из других городов и стран На сегодняшний день у нас четыре студенческих общежития принимают ребят И мы готовы предоставить в этом учебном году 1036 мест для проживания студентов На нашем официальном сайте выставлена полная информация И о квотах, выделенных на институты для студентов, написавших заявление на проживание в общежитии И о стоимости проживания в общежитии И, безусловно, основной локальный нормативный документ, касающийся данного блока, это положение в общежитиях Полностью интервью с Мариной Худяковой вы можете увидеть в эфире нашего телеканала Следите за программой К другим новостям Ученый совет Тюменского госуниверситета подвел итоги приемной кампании И обсудил главные задачи коллектива ВУЗа на предстоящий учебный год С подробностями из Белого зала Тюмгу Олег Урлапов Новый учебный год для преподавателей Тюменского государственного университета начался задолго до 1 сентября Своим выступлением на заседании ученого совета ВУЗа Ректор Тюмгу Валерий Фольков настроил коллектно-деловой лад 45-минутный доклад был посвящен задачам коллектива университета на 2012-2014 учебный год Прежде всего Валерий Фольков рассказал о выполнении ранее принятых планов Они касаются основных направлений работы университета Развитие кадрового потенциала, стимулирование научной активности, реформирование структуры ВУЗа и системы управления Подробно первый руководитель остановился на итогах приемной кампании, проанализировав ее плюсы и минусы В целях экономии времени советую интересующимся найти текст доклада на официальном сайте Тюменского госуниверситета А видео-версию в эфире Евразион ТВ Несмотря на очевидные плюсы, выполнение плана приема, качественное улучшение основных показателей Ректор поставил задачу сформировать одну из лучших в стране систем поиска, привлечения, отбора и развития талантливых детей и молодежи Не скрою, эта задача весьма амбициозная, но если мы хотим прочно закрепиться в числе ведущих вузов России Иных и быть не должно Много в этом направлении уже сделано Есть прекрасная гимназия, которой мы по праву гордимся В этом году 19 гимназистов сдали ЕГЭ на 100 баллов, а всего в области таких выпускников было 56 Выпускник гимназии Иван Китаев единственный в области за последние 8 лет сдал ЕГЭ по физике на 100 баллов Приятно отметить, что он выбрал наш вуз и сегодня является студентом первого курса Института физики и химии Направление техническая физика Уже несколько лет университет в сотрудничестве с ведущими вузами России проводит статусные олимпиады, организует свою, Менделеев По инициативе Натальи Александровны Шелпаковой, благодаря ее непосредственному участию, 9 лет проводится региональный конкурс учебно-исследовательских работ школьников Экология жизненного пространства Благодаря усилиям Геннадия Филипповича Куцова и при поддержке областного департамента образования ежегодно организуется языковая школа Санрайз и летняя экологическая школа Все эти начинания уже зарекомендовали себя в качестве эффективных площадок работы с талантливыми детьми Пришло время идти дальше и запустить новые проекты, направленные на поиск и развитие одаренных и талантливых детей Тем более в обществе сегодня большой запрос на дополнительное образование На новые формы работы с уникальными, с талантливыми, одаренными детьми В данном случае я имею ввиду предложение двух наших коллег Сергей Витальевич Кондратьев выступил с инициативой реализовать новый проект по ранней профориентации школьников И углубленному изучению общеобразовательных предметов Академия знаний, проект, который должен быть реализован силами всех, без исключения институтов Другую не менее интересную идею, которую надо обязательно поддержать, высказал Александр Экщуфа Он в частности предлагает организовать на базе университета школу умников Специальную площадку по поиску и развитию одаренных детей Для обучения их по уникальным образовательным программам Кроме того, в выступлении Валерия Фалькова была поставлена еще одна приоритетная задача Качественно улучшить содержательную сторону магистратуры И провести реструктуризацию ряда образовательных программ Последняя задача связана также с предстоящей государственной аккредитацией Намеченной на май 2014 года Проректор по учебной работе Людмила Волосникова Рассказала о подготовке к работе комиссии Рособорнадзора В неофициальной части заседания ученого совета Итоги 27-й всемирной летней универсиады в Казани Успехами спортсменов Института физкультуры Тюмгу поделился самый спортивный директор ВУЗа Валентин Зуев Я вам хочу показать конкурентоспособность Тюменского госуниверситета Я решил провести корреляцию нашего ВУЗа Если бы они выступали как отдельное государство Но оценка дается всегда по медалям У нас было две золотых медали Одна серебряная и одна бронзовая медаль Всего четыре медали Но и в результате мы оказались чуть пониже Северной Кореи Но ближе к Израилю И повыше государство Израиль Спасибо А вскоре нас ждет еще одно спортивное событие 7 октября в Греции будет дан старт эстафете Олимпийского огня Затем огонь привезут в Россию 12 декабря он прибудет в Тюмень и Тобольск А 7 февраля 2014 года загорится в Сочи Олег Урлапов, Алексей Мойсов, телеканал Евразион ТВ Готовность ВУЗа к новому учебному году проверила и Министерство образования и науки России В конце августа Тюменский госуниверситет посетил заместитель министра Марат Камболов Ректор ВУЗа Валерий Фальков показал московскому гостю основные инновационные подразделения техноцентра Тюмгу Это сверхвысоковакуумный технологический комплекс NanoFab100 и суперкомпьютерный центр, оснащенный суперкомпьютером Менделеев Во время встречи с сотрудниками университетского технопарка Интерес Марата Камболова вызвали совместные проекты ученых и нефтегазовых предприятий региона в экологической сфере Цена контракта будет порядка 60 миллионов рублей То есть где-то миллион, миллион с лишним за один гектар стоит Университет на этом рынке, он очень большой рынок, представлен двумя подразделениями Не экология, а вот технопарк Мы стараемся брать это тем, что есть интеллектуальные предприятия и нефтегазы В московском университете нефтегазы, там пока другие цифры Завершилась экскурсия на шестом этаже техноцентра в студии телеканала Евразион Который на днях отметил трехлетие выхода в эфир Вы смотрите специальный выпуск новостей на Евразион ТВ В этом году 1 сентября стало важным рубежом для школ и вузов нашей страны С этого дня они начинают жить по новому федеральному закону об образовании Елена Горбачева расспросила представителей Тюменского педагогического сообщества о том, что они ждут от очередной реформы образовательной сферы Участниками августовского педсовета 2013 стали 360 учителей, воспитателей, руководителей образовательных учреждений, а также представителей научной общественности и органов власти региона В новый учебный год все они вступают с новым законом об образовании и новыми надеждами на позитивные перемены в отрасли Я радуюсь тому, что все-таки сегодня закон и федеральный, и областной, который мы приняли в июне в текущем году Он позволяет сохранить динамику и выполнить главную миссию сегодня нашего образования Вписаться в стройную программу социально-экономического развития региона У нас очень хорошая практика наработала, и самое главное, все составляющие, все компоненты в образовательном процессе, которые обеспечивают эту позитивную динамику, выводят на новый качественный уровень, они у нас есть Мне очень нравится фраза, сказанная давно классиком педагогики Киушинским Что ничего невозможно улучшить в школе, минуя голову учителя И вот мне кажется, главный мотив, который в этом году, начиная с мая месяца, был главной скрипкой в работе, в анализе, в подготовке педагога и руководителя То есть пока учитель не поймет, руководитель не поймет, что главное действующее лицо это ребенок И ради ребенка вообще все мы существуем, мы ничего не сможем изменить У нас должно быть лучшее в мире образование, должно быть, оно было когда-то, а потом мы начали отставать по ряду параметров, а где-то еще и держим позиции Ну а тюменское образование занимает лидирующие позиции и в Уральском федеральном округе, и в России По целому ряду позиций мы, в общем-то, первое, второе место везде себе присуждаем и другие нам присуждают Ну поэтому есть о чем поговорить, с лидеров особый спрос Конференция на тему социальный ресурс образования, сотрудничество, ответственность, компетентность прошла в новом формате Еще в мае и июне учителя заполнили опросные листы, где оценили своих учеников и ключевые аспекты деятельности А в августе во всех тюменских детсадах и школах прошли единые тематические дни, в рамках которых обсуждались результаты опроса и принимался план действий на предстоящий учебный год И уже сегодня можно сказать, что этот новый формат работы себя полностью оправдал Доказательством этому служит активная включенность педагогов в работу на всех подготовительных этапах Проявленная творческая инициатива, живой отклик на обсуждаемые вопросы на открытых интернет-площадах По словам организаторов августовского педсовета, именно профессиональные идеи тюменских педагогов, рожденные в ходе споров и обсуждений, дают надежду на новый виток развития сферы образования А опорой этому процессу должно послужить постоянное сотрудничество с детьми и их родителями Тема открытости это сегодня одна из самых важных тем И если вам в коллективах вот сейчас, в период проведения методических дней удалось эту атмосферу открытости создать То вы должны понимать, она не поддерживается раз в месяц, или раз в квартал, или раз в четверть Завершился педсовет торжественной церемонии награждения лучших работников системы образования региона У достойных наград Миноборнауки России, грамма и благодарственных писем губернатора Тюменской области Елена Горбачева, Николай Салдаев, Евразион ТВ Отметим, что на сегодня в Тюменской области создана сеть из 969 образовательных учреждений всех уровней В них работают 15,5 тысяч педагогов и учатся 259 тысяч человек В эфире Евразион ТВ и мы продолжаем рассказывать вам о том, как Тюменский госуниверситет отметил День знаний Первый звонок прозвучал и в кузнице юных дарований региона гимназии Тюмгу Какие цели ставят перед собой в новом учебном году университетские гимназисты, выясняла Елена Яичникова Уже 16-й раз университетская гимназия открывает свои двери для наиболее талантливых школьников Тюменской области Но сегодня можно говорить о том, что авторитет этого учебного заведения приобрел российские масштабы В этом году в гимназию университета поступили учащиеся и из других регионов России В этом году мы выпустили 134 человека Наши выпускники, которые поступили в ведущие вузы России Могу сказать, что из 134-х 48 человек поступили в московские и санкт-петербургские вузы Причем это престижные ведущие вузы России Сцена Тюменского театра кукол и масок – привычная первосентябрьская декорация для университетских гимназистов Проблем с артистами не бывает, ведь эти ребята талантливы во всем Ежегодно 23 августа ученики 10-11 классов собираются в гимназии Каждый придумывает свой номер, кто танцует, кто поет И в течение недели все это готовится Обычно за день до генерального концерта происходит репетиция И где все уже вместе состыковывается Где все ребята уже вместе спеваются, станцовываются И вот так вот это в принципе происходит В этом году для учителей гимназии их воспитанники создали яркий парад планет А управляли этими планетами точной и гуманитарной науки Добрый день гимназисты и уважаемые учителя Радуетесь с вами на связь надежда В настоящее время на нашей планете математики проводится межгалактический конгресс И собрались великие руки со всей галактики Мы очень хотели поздравить вас И поэтому приурочили это событие как и узнали Однако на этом день знаний не закончился Тюменский госуниверситет подготовил для своих гимназистов сразу несколько экспозиций Музеи археологии и этнографии им рассказали об истории фотографий И показали уникальные находки университетских историков А у музея истории вуза ребята познакомились с главными этапами его развития На этот день в нашем вузе принято считать днем рождения То есть с этого времени у нас появились первые преподаватели Первый приказ вышел в соответствии С ним мы здесь с вами видим и первые названия первых отделений, которые в вузе работали Это агрономическая, химико-теологическая, физико-техническая Для 11-классников гимназии предстоящий год станет судьбоносным Ведь впереди ЕГЭ и выбор дальнейшего жизненного пути Работы много, потому что надо готовиться к ЕГЭ И это переходная стадия, что у меня будет в будущем, все зависит от меня Этим летом я ездил в США, мне два вуза предлагали к ним пойти Значит, Принстонский университет и университет Райдера Ну, Принстонский университет, он по лучшим качествам Он считается одним из лучших вузов мира Наряду где-то с Оксфордом, со Стэнфордом Поэтому думаю, что именно туда и буду стремиться Отличные стартовые возможности и личное трудолюбие Этот рецепт успеха знают все университетские гимназисты Пожелаем им удачи Елена Ичникова, Николай Салдаев для Евразион ТВ И еще один сюжет в конце этого выпуска Необычно поздравил университетское сообщество с Днем Знаний информационно-библиотечный центр Тюменского госуниверситета В первый учебный день сотрудники центра пригласили всех желающих на флешмоб «Человек читающий» Тюменские библиофилы собрались на перекрестке улиц Республики Симакова и вслух прочитали отрывки своих любимых книг Ведущая роль в борьбе с неграмотностью принадлежала Москве, культурному центру страны В марте 20-х годов была организована Московская комиссия по ликвидации неграмотности Уже в течение апреля и мая 20-х годов по ее решению в столице было открыто 386 пунктов ликбеза Вскоре борьба за всеобщую грамотность приняла форму всенародного движения, охватившего широкие слои трудящихся Участие общественности в борьбе с неграмотностью шло под лозунгом «Грамотный, обучи неграмотному» На исторически короткий срок были достигнуты выдающиеся результаты Так, в Москве по переписи 926 года неграмотные уже состояли в среднем лишь 10%, а среди мужчин неграмотных было многими больше 4% На этом наш выпуск подошел к концу Читайте книги, учитесь и смотрите Евразион Будете знать больше С началом нового учебного года и до встречи! Субтитры создавал DimaTorzok